Сегодня у меня, кстати, событие двойное. Я сегодня весь день провел с утра в храме. Вторую половину я провел на кладбище в Троекуровском, где сегодня хранили все Олды Чаплина, царство ему небесное. Представлено, протеереют все Олды. Вот так вот он вместе идет. Равных священников, равных Чаплину не было. Не было. По глубине его понимания, куда зашло русское государство, даже не русское, а значит не русское, куда зашло государство, куда зашла церковь. Вот нынешняя церковь, я не стал здесь говорить, сколько здесь все-таки нужно понимать аудиторию, понимаете. Да и все-таки не место было поднимать. А я сказал на гражданской панихиде, я попрямую сказал, что нынешняя церковь христианства поражена ветхозаветной порчей сионизма, которая отталкивает нормальных людей от этой сионистской лабуды, которая творится в наших церквях сейчас. Я православный христианин. Но это вот мерзости, именно мерзости богомерзкие. О Сионе, там возбежутся стены Иерусалимские, понимаете. Вот это все, галиматью эту сионистскую. Господь сказал, все оставляется, дом все и пуст. И апостолу Петру он сказал о 12 коленах Израилевых, все, сатана просил сеять вас, как пшеницу, этот богоизбаханный на год, понимаете. Нет. На что же царят эти вот ветхозаветные псалмы? Царит почитание Сиона. О каком Сионе? Вы почитаете, не помните, по-моему, 136-й псалом, разбейте младенцев и голодов. Можно понимать и рассказательно. Разбейте свои замысла. Это что такое православная когнитивная диссонанс, или шизофрения? Говорить, слушать одно, а понимать другое. Государство больно, и народ больно, потому что больная церковь. Нынешнюю церковь идти не хочется. Поэтому нам предстоит две задачи. Восстановить государство и восстановить церковь. Вот сейчас главная задача. Они совершенно взаимосвязаны. И первым все-таки является государство. Потому что внутри церкви сейчас нет той силы, которая могла бы поднять священноначалье священников на духовную брань с нынешней властью. Оккупационной, иудейской, масонской. Нет такой силы внутри церкви. А если нет внутри церкви, приходится нам самим, православным, к лиру и миру, те, кто еще остался верен Христу, бороться вот с этим злом, который есть сейчас. Сам по себе национализм, или в переводе народолюбие, вот я буду защищать эту позицию, сам по себе он не является самодостаточным для политической деятельности. Он является топливом. Ведь национализм переводится как народолюбие вообще-то. Национализм, как патриотизм, это любовь к своему отечеству, к родине, да? Патри, какой патри, это родина. И деятельное отстаивание интересов русского народа. Нет, обождите, давайте я изложу свою мысль, потом я бы снова будете спорить. Точно так же. Патриотизм, это любовь к своему отчизне, к родине. А национализм, это любовь к своему народу, к своей нации. Это несколько разные понятия. Это, безусловно, понятия, согласно формальной логике, перекрещивающиеся. Есть понятия объема понятия, они перекрещиваются. Патриотизм и национализм, или народолюбие. Но, тем не менее, все-таки разные. Ведь эту, простите за это уже, эту рашку, господи, ну, коль бы свои все, да? Эту рашку-педерашку, да? Вот, у меня Диксия плохая, 8 лет, 11 лет тюрьмы, зубы потерял. Вот, я хочу сказать, Российская Федерация, у меня получается Российская Федерация, понимаете? Вот эту Российскую Федерацию, ведь как любят наши олигархи? Они здесь живут, они здесь получают деньги, потом отправляют их в офшоры к своим бабам-любовницам, деткам, внучкам, да? Они тоже любят рашку? Рашка-то их кормилица? Чего им не любить? Они тоже, а Путин, наверное, сейчас не стал самым главным патриотом в России. Он, что ли, любит русский народ? Поэтому нужно разделять понятие патриотизм, как любовь к родине или к отчизне, и национализм, как народорезный. Это, я говорю, перекрещивайся, объемы понятия. Поэтому я вернусь к вопросу, вот, Георгия. Вот дело в том, что, у меня была такая же задача, я вышел немножко пораньше, вот, я вышел в феврале, и тоже стал смотреть, что осталось, какие изменения произошли в русском национализме за последние, ну, почти 10 лет тюрьмы. Да, оно разгромлено, вот. Разгромлено, причем, если раньше мы, были достаточно крупные региональные образования, даже в Всероссии какие-то, ну, различные, правда, все-таки были какие-то всероссийские, скажем, общероссийского характера движения, да, ну, та же Великой России, да, это было все-таки достаточно мощное объединение. Было объединение русских, все-таки. Было объединение русских, вот. Большая надежда была. На русский марш выходил, я сам выходил с растяжкой народное ополчение имени Милины Пожарской, выходило 10 тысяч человек, понимаете? Но совершенно потом стало ясно, что сам по себе, да, мы русские, мы, но сам по себе, с точки зрения политики, общественно-политической деятельности, Георгий, сам по себе национализм не является еще раз самодостаточным. Любовь, безусловно, это чувство. А нам еще нужно что? Если мы говорим о национальном, да? А какие у нас есть духовные? И что является духовным основанием для нашего русского чувства любви к своему народу? Каким образом должен жить наш народ? Я думаю, все-таки, Владимир Васильевич, такой вот момент, я говорю о национализме, вот о старом варианте национализма, который вырос из славяно-фильских теорий, из, не знаю, наследия Константина Леонтьева, Василия Розного, о которых, по сути, нынешний, вот сегодняшний молодой национализм, который рвется на улице, рвется, так сказать, политику, он ничего об этом не знает. Мы с вами занимаемся политикой, а мы с вами, уважаемые герои, все-таки занимаемся общественно-политической деятельностью, понимаете? Если мы действительно хотим понять, отражает ли наши мысли, наши лозунги, наша деятельность, действительно отчаяние и запрос общества, мы должны понимать, что в своем чистом виде русский национализм себя исчерпал. И скажу, что такое русский национализм? Не тот национализм, который писал для нас авторы, я, допустим, для меня русский национализм, это, прежде всего, Александр Ильич Ильин, понимаете? Для меня это, вот, это обрадец, это идеал русского национализма, понимаете? Умного, продуманного, монархического, я монархист, вообще, на всякий случай, так никто не знает. Прежде всего, я, несмотря на все произошедшее, я глубоко уважаю Андрея Николаевича Савельева. Это искренне честный человек, но, по-видимому, по-видимому, еще раз говорю, член партии виднее, по-видимому, какие-то изменения в повестку партии, в организации повседневной жизни, в руководстве партии, по-видимому, нужно носить. Но это не моего умного. Дело говорю еще раз. Я думаю, что в партии Великой России даже не буду назвать фамилии, но я знаю, что вместе сидели мы на оргкомитетах русского марша. Там есть честные русские националисты, монархисты, которые найдут выход из нас и, конечно, они не будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова